Народный чемпион Народный чемпион Народный чемпион Да, конечно Всегда Антон Дерябин подтверждает Свою репутацию Подтверждает Собственное прозвище Народный, настоящий народный чемпион И конечно же Питерские зрители также рады Его встретить и наконец Увидеть его матч Если по всему Антон готов Он заряжен безумно На этот поединок И мы видели его речь Посвященную этому матчу И в первую очередь посвященную Чемпиону Илья Малкину По-моему он ненавидит его Не то что до глубины души Да, еще сильнее Да, поздороваться надо со всеми Его соперник Рот 188 сантиметров Вес 90 килограммов Из Москвы Константин Лопатка Самый неоднозначный участник Этого поединка Антон сказал ему вообще Лучше не появляться здесь Но как мы видим Лопатка в матче Да, и Лопатка тоже Будет пытаться стать Претендентом на главный Чемпионский пояс В российском прорестлинге Конечно у Лопатки Отношение к зрителям Совершенно иное По сравнению с Антоном Дерябином Ну и условия у него Другие на самом деле В случае того Если он выиграет Сегодняшнем четырехстороннике Если у Дерябина Условия максимально жесткие Проигравшие В матче с Малкином Уходят Из НФР То у Лопатки Все более В юмористическом потоке Направлено Ведь проигравший В титульном бою Если Лопатка Держит сегодня победу Будет обязан Либо снять маску В случае Лопатки Либо ее Надеть Если проиграет Чемпион Да, но в любом случае Сейчас главное Это чемпионский титул Сейчас пока непонятно По каким именно Условиям Пройдет в итоге Этот самый матч За главный Пояс Но мы будем ждать Рост 175 сантиметра Без 90 килограммов Из Ярославля Ронни Кримсон Ронни Кримсон Многие его называют Ярославский самородок А это Так И есть Сегодня в обновленной форме И сегодня Он по-моему Завяжен Как никогда Ведь Во-первых Он впервые В Санкт-Петербурге выступает Так же как и все Но во-вторых У него уже была возможность Побиться с Малкиным За титул Но он уступил В поединке Я думаю Он хочет реванша Да Конечно Сегодня все Абсолютно все Хотят выйти На титул Которым владеет Илья Малкин И остается нам Только встретить Четвертого Участника этого матча И наконец-то Действие начнется Рост 197 сантиметров Вес 115 килограммов Из Москвы Абсолютный король Хардкора Высший чемпион Union Pro Япония Иван Марков Локомотив Самый Титулованный Боец Независимой Федерации Рестлинга В плане Разнообразности Наград Ведь он выиграл Титулы Не только в России Но в том числе И в Японии Как нам объявили Да Это очень Очень дорогого Стоит Вообще Самый опытный Участник Этого матча Я думаю Для многих Он и является Фаворитом Локомотив Ну давайте Начинать Все готовы Наконец-то Сейчас мы это увидим Я думаю Что все пришли Скажем так Чистыми Ничего с собой Лишнего Не принесли Первое претендентство Стоит на кону Давайте посмотрим На это Гонг Дан Бойцы По углам Разошлись Матч Четырех сторон Что из этого выйдет Понятия Не имею Да Для начала Немножко Энергии от публики Пытаются получить Бойцы И как-то не получается Общего хора Потому что Каждый болеет за своего Конечно Очень сложно Очень сложно Выбрать своего Любимца В таком матче В таком Четырехстороннем матче Опытных рестлеров Поехали Лопатка Становится Первой Жертвой Этих самых Условий Матча В котором Участвуют Сразу же Четыре Бойца Такое бывает Происходит На ринге Особенно Когда тебя Все трои Не любят Да А вот Между этой троицей Возможно Борьба Будет уже Какой-то Более чистой Хотя Ронни Кримсон И Локомотив И тут Объединяются Против Антона Дерябина Правда Он может Сопротивляться И сразу же С двумя Ну Сейчас Это не выходит Ну и в принципе Это объединение Логично Ведь они долгое время Были командой Потом были врагами Потом снова командой В общем отношения Локомотива и Кримсона Запутанные Да Вот так вот Практически От рукопожатий До Захватов Поехали Сегодня Полноценных друзей В этом матче Ни у кого не будет Потому что Победитель может быть Только один И В четырехстороннем матче Всегда нужно Быть очень внимательным Держать ухо востро Потому что Соперник может прийти С любой стороны Ну пока что На ринге Локомотив и Кримсон Локомотив уже Начинает Пританцовывать Конечно у него Хорошее настроение Так Вот такой вот разгон Но Ронни Кримсон С этим справляется Посмотрим Он не останавливается Не сбавляет темп И похоже Он Попал Круто ты попал На маты Я бы это сказал И назвал Также Антон Дерябин Подключается Происходящим Вытягивает Локомотива С ринга И сам бежит Кримсону Которому Больше всего досталось Что ж Народный чемпион Сейчас немного Не поспевает За Ронни Кримсоном Перехватывает Тут инициативу Но все это Прекращается Так же быстро Так же быстро Как и началось Полетал Немножко Ронни И сразу Выход На болевой Так Но Лопатка Тоже не дремлет Лопатка Наконец-то Пришел в себя Падущий локоть Заканчивает Этот Сабмишин Тут конечно Нельзя позволить Проводить Такие опасные Приемы Соперником Потому что Все может Закончиться В любую минуту И Тогда будет Вдвойне Обидно Вновь Народный чемпион В атаке Летает в угол И тут уже Лопатка Со своим Фирменным ударом В голову Ники хайкик Конечно Интересные Интересные условия Вокруг этого матча Не только Претендентство Но и то О чем ты говорил Разный Тип матча Точнее даже не тип Разные Последствия Могут быть У грядущего Чемпионского Матча И как ты думаешь Какой бы Матч Был наиболее Интересен В плане Грядущих Последствий Как посмотреть С одной стороны Условия Как кто-то Вынужден Будет уйти Навсегда Из федерации Всегда интересно С другой стороны Посмотреть На матч Какой пообещан Нам Локомотив С места каната Будет натянута Колючая проволока Это тоже было бы Увлекательно В конце концов И на Малкина В маске Посмотреть Интересное Удержание От Кримсона Да уж Интересно Что Локомотив Позволил Практически Ронни Кримсону Проводить удержание То есть В принципе Он рисковал Сейчас своей же Победой Именно сейчас Он пытается Напасть Разно двоих Но получается Совместную Атаку От Лопатки И Кримсона Даже такое бывает Что враги Объединяются В некоторых ситуациях Да В таком матче Соперники Всегда опасны Поэтому Могут возникнуть Различные комбинации Но все это Продолжается Очень и очень Недолго Сразу удар В корпус От Ронни Кримсона Лопатка Сносит его с ног Вообще Получается так Что Лопатка В данный момент Единственная Кто вообще На ногах Находится Да Неплохие для него Условия Неплохо Все распределилось Но Время не ждет Мы не могли считать Его аутсайдером Кстати в этом поединке Но он доказывает Обратное Так Удержание Локомотив Оказывается рядом Локомотиву Не потребовалось Много времени Для того Чтобы восстановиться Поэтому матч Продолжается Теперь уже Локомотив и Лопатка Кто кого Осилит Отличный удар По-моему Локомотив Не зря Он король хардкора Если бы он Так легко Сдавался И проигрывал То вряд ли Он заслужил Себе такое звание Разумеется Десятилетняя Десятилетняя карьера В российском Рестлинге Это огромный опыт Ну и как мы уже Сегодня вспоминали Довольно серьезные победы В Японии Но правда Это вряд ли сейчас Волнует Антона Дерябин Вообще Это мало Коу волнует Сейчас Из находящихся На ринге Ведь Самое главное То что Прямо сейчас Происходит Обмен бросками Очень похожими Друг на друга Так Ронни Кримсон Поспевает Торнадо DDT Воспользовался Еще и лопаткой Заодно Его уложив И пошел Один из фирменных Приемов Ронни Шар для боулинга Он называется И локомотиву Достается Да Как же быстро Все меняется В этом матче Не успеваешь Сообразить Но мы видим Как локомотив Хватается за Нижний канат Поэтому удержание Естественно Прервано Но как же быстро Все меняется А только Один лидеров В матче Как это все Прекращается И у нас Новый Новый Фаворит Локомотив Дважды Подряд Хорошо Атакует Переключается На другого соперника На единственного Масочника В этом поединке И поднимает Сразу Двоих бойцов Да Вот это сила Конечно Где вы еще Такое можете Увидеть Возможно Это было Чересчур рискованно Для самого Локомотива Возможно Он сам От этого Пострадает Тем более Зная все его Травмы И болячки Недавно Была операция Но он готов На все Ради того Чтобы стать первым Претендентом И вернуть себе Свой Титул Чемпиона Так Интересно Сейчас он Делает конструкцию Из этих тел На ринге Ронни Кримсон Накрывает Лопатку Антон Дерябин Подключается К экшену Не могу я понять Как там Лопатка Лежит Почему там Удержание Не фиксируется Кстати Да Но в итоге Бомба Это все Заканчивается И удержание Сразу на двоих Может быть Хоть на одном Получится Тоже Интересный И возможный Маневр Для победы В таком матче Но в итоге Оба оказываются Выносливыми И Возможно Зафиксировать только Одного Успех пришел бы А так Придется еще постараться Антону Выкинул лопатку Да Пока что Никто Никто не сдается Никто не собирается Завершать этот матч Неудачен для себя Ронни Кримсон С третьего каната Прилетает Нежданно Негаданно Такая посылочка Так Ну что Теперь У Ронни Кримсона Есть серьезный шанс Показать свои Хайфлай способности И он их показал Прилетев на лопатку Кто следующий Так Для локомотива Теперь путь открыт Он и так Как ему и полагается Сносит все на своем пути Ну а тут Как говорится Грех не воспользоваться шансом И он им пользуется Отлично пользуется Выбивает Уже три тела За пределами ринга Ну и было бы логично Если бы прилетела и четвертая Ну что ж Это будет довольно массивно Локомотив уже Возвращается на ринг Встречая тут Дерябина Поэтому немножко Все получилось не по плану Но зато по плану Локомотива Ой-ой-ой Как это больно Крептины прямо А в край ринга Не жалеет Локомотив никого Да конечно я очень рад Ой-ой-ой Все таки этот дайв Случился Аплодисменты Конечно же Сейчас Антону Дерябину И резко Опять же резко Ситуация в матче меняется А я хотел сказать о том Что я очень рад увидеть Именно четырехсторонний матч На первом шоу Нозен Сторм Рестлинг Потому что четырехсторонний матч Практически всегда Это означает Зрелище Зрелище Без остановок Очень динамичный темп Так-так Тут уже попытка Коронного приема Карусель Удачи И тут уже и лопатка Отвечает выходом На свой Рубильник Так Куда-сюда Кто-кого Все таки Кто-кого Килл свитч Нет Пока что рано Рано вырубать здесь Свет И все таки Стрейте попытки Лопатка Естественно Ему нужно поторопиться Он может выиграть Между прочим Ронни Кримсон рядом А было близко Лопатка Плохо видно Что происходит Немецкий сукликс От Кримсона Вот так вот И еще локтем С разворота Да Без устали они Проводят друг другу приемы Но пока что Победить ни у кого Не удается Пока Разбираешься с одним Второй Уже приходит в себя И теперь Локомотив Снова на середине Ринга Попытка Локобомбы Не выходит Еще раз Теперь уже По глазам И дисквалификации Нету в этом матче Да Еще один Думаю Для многих плюс И все таки есть Раз Два Киллока Бомба И нога На канате Лопатка Хоть и больно ему Но соображалка Работает Да Потихоньку Так Сворачивание Троник Римсона Нет Не успевает Так Потихоньку Рестлеры переходят К самым своим Главным приемам Уже Пора Полный бой Давать Уже пора Включать всю Артиллерию Тяжелую артиллерию Насколько это возможно Удержание В этот раз По затылку Прилетела Локомотив С разворота Опять таки Локтем Так Ну что ж Ронни Климсон Забирается наверх На канаты Ну и наконец-то Публика Начала включаться По полной Да Антон Перед тем как Наносить удары Показал Мол Куда ж ты лезешь Парень Я уже здесь Что ты задумал И что Что задумал Сам Дерябин Судя по всему Это Суперплекс Готовится Вот там Смотри что Творит локомотив Он подкатывается И в итоге В итоге Он сейчас бросит Их обоих Вот это да 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 Конечно Очень зрелищный момент Вот вам Не просто Суперплекс А супа Дупаплекс Но удержание Все равно Не проходит Если бы это был Баскетбол Можно было бы кричать Бум бум Шакалака Ну в принципе Тебе никто не запрещает Хорошо Бум бум Шакалака Да У локомотива Еще остались силы Он единственный Стоящий на ногах Сейчас в этом матче Антон Дерябин Локобомба Захват за шею Дерябин Продолжается конечно Просто как русский медведь Борется Но тут и локомотив Он же паровоз По простому Умудряется ответить Да сейчас Все очень и очень Нервно Потому что Матч может закончиться В любую секунду Файл драйвер Файл драйвер Один из самых опасных Приемов за всю историю Профессионального рестлинга Удержание Нет Нет И вновь Продолжается Бой И силы Уже на исходе Но бойцы Продолжают Мутузить Друг друга По полной программе Лока и Дерябин Из последних сил Локтями Размениваются Сейчас самое главное Успеет ли Кто-то Либо лопатка Либо Ронни Кримсон Подняться Либо матч уже Разрешится Между этими двумя Какой-то Особенный запас сил Нашел в себе Дерябин И карусель Удачи А вот и лопатка Вот и лопатка Вот о чем я говорил Неожиданное сворачивание Раз Два Не получилось победить По-хитрому Но шансы еще остаются Или Или нет Узнаемо Остаются они или нет Лопатка хоть и выбыл Но в принципе Уже не раз он Умудрялся После такого вылета Из-за канатов Возвращаться в матч Ну а Дерябин Неужели он собрался лететь Да Это сплэш Раз Два Три Самый Массивный Сплэш И победитель матча Антон Дерябин А ты знаешь Уважаемый коллега Что это все означает Я догадываюсь Это означает Именно то Что Антон Дерябин Встретится с Ильей Малкиным В матче За титул чемпиона Независимой Федерации Рестлинга И Не просто титул Еще и карьера Будет стоять на кону При этом У обоих Илья Малкин Антон Дерябин Кто-то из них 27 декабря Проведет свой Последний матч В истории Ну а другой Уйдет с титулом Чемпиона Независимой Федерации Рестлинга Да Штавки будут Высоки Настолько Насколько Это в принципе Можно себе Представить И конечно же Антон Дерябин Настроен на то Чтобы в очередной Раз Стать Чемпионом Но стоит Отдать должность За следующий поединок Я думаю Всем бойцам Локомотива Роник Кринсон И даже Лопатки Все старались Как могли Но победил На сегодня Сильнейший Да Конечно Конечно Это был очень Крутой экшен Очень Дрелищный Поединок Который Я думаю Всех Нас Зарядил Зарядил По своему Зарядил На то Чтобы продолжать Смотреть Ногин Сторм Рестлинг Потому что Это только Начало Ну и конечно Аплодисменты Аплодисменты Сегодня Участникам Матча Ну и вот Теплые отношения В итоге Остаются После матча У народного Чемпиона По крайней мере С двумя Его сегодняшними Оппонентами Да Спортивная Дружба И взаимоуважение Это всегда Довольно Важно Особенно После таких Поединков Ну правда Лопатка Остается На другой стороне Два слова Мы вернемся А еще У меня есть право Бороться За чемпионство НФР Против Ильи Малкина Так что Илья Малкин Держись Точка власти Поставлена Будет на тебе Ну а мы Вынуждены Сказать вам Пока Не до свидания Это только начало Нотеншторм Рейслинг Это был лишь Самый первый выпуск Дальше будет Только лучше Внимательно Следите За анонсами Увидимся На следующей неделе Дорогие друзья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова